Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Елена Савилова спрашивает, задала несколько вопросов, украшаем ли мы квартиру к Новому году и будут ли такие влоги, и она предлагает тему такого влога все-таки. Я вообще, знаете, еще октябрь, я что-то, если честно, про это не думала, хотя в магазинах FixPrice уже привезли продукцию к Новому году, и, знаете, хочу туда заглянуть, думаю, наконец-таки там все уже выложили. Я в основном, вот, который я люблю, один магазин у нас в центре города находится, там очень много всякой-всякой продукции, у них была ревизия, и они вообще ничего не заказывали, ничего не раскладывали, а теперь у них столько всего поприходило, они, бедняжки, не могут разобрать эти коробки, не могут все это разложить, только выложили продукцию Хэллоуина, но много появилось к Новому году, поэтому я хочу заглянуть к ним. А вообще по поводу Нового года я каждый год что-то-то покупаю. У нас уже столько всего, масса всего, уже потом складывать некуда, мы это все достанем, украсим всю квартиру, и уже просто не знаем потом, как это все убрать, сложить. Конечно, в этом году мы будем украшать, правда? Настюха тут рядом сидит, она не хочет, чтобы ее снимали, она сегодня не в настроении, сейчас надо ехать в художку, она не очень хочет, говорит, не надо меня снимать, я ее не снимаю, в общем. Так что квартиру мы украшать обязательно, обязательно будем, может быть, какие-нибудь еще поделки сделаем, какие-нибудь новые, если, допустим, что-то нас на это сподвигнет, какие-нибудь, там, не знаю, бусинки, какие-нибудь блестяшки, или еще что-нибудь обязательно что-нибудь сотворим и сделаем. Просто еще октябрь, я что-то даже про это как-то и не думала, если честно. Вот, что еще? Сегодня родительское собрание у двоих в одно время. Называется «Разорвися», муж сегодня будет на работе в это время, поэтому он не сможет мне помочь ничем. Бабушек не приветствуют на наших родительских собраниях, напишите, как у вас. Но все равно я решила, это, мама отправить к Настюхе, а сама к Ле пойду. Вот, что еще? Не люблю я эти родительские собрания. Вообще, у меня уже голова начала болеть, когда только мне объявили, что оно будет. Ой, не знаю, не из-за того, что там деньги, там, на что-то нужно, или еще что-то, или там. Просто вы меня, конечно, извините, но у нас неадекватные родители. Второе сентября начинают писать в группе Вайбери. Нужно собирать родительское собрание по поводу выпускного. У Ли четвертый класс выпускной, да? Ребят, ну, второе сентября, только детей к школу собрали, е-мое, не все еще купили. Еле, блин, денег кто-то на это заработал, еле вообще купил, да? Второе сентября по поводу выпускного. Ну, е-мое, учиться надо, а не бухать. Ну, они, типа, ну, надо вот все заранее планируют, надо вот заранее где-то что-то бронировать, покупать там места, как говорится, эти, да? Блин, второе сентября. Вообще, о чем народ думает? Не знаю. Короче, я сегодня в предвкушении того, что приду на собрание, будут вот эти вот по поводу, не знаю, у вас такие же родители. С подружкой разговариваю, она говорит, я тоже, я не могу смотреть на это сборище неадекватных. Говорит, все, я, говорит, терпение мое кончилось, теперь муж ходит. А у нас хожу я, потому что я-то свободнее. Причем, сегодня будет еще сборище неадекватных. Ну, ладно, пожаловалась так вам. Может, они адекватные? Может, я неадекватная, конечно, извините, конечно. Ну, второго сентября я не намерена и не настроена говорить по поводу выпускного. Вообще, выпускной, может быть, это событие один раз в жизни. Это, может быть, не знаю, у кого-то девятый класс, у кого-то одиннадцатый. Четвертый класс, но надо ко всему проще подходить. То он, выпускной садик стало это модом, организовывали. Теперь четвертый класс, потом будет девятый, потом одиннадцатый. Что еще придумают? Ой, ну ладно, все, мы поехали, уже машина нагрелась. Ну, ладно, пожаловалась я вам так маленечко, ладно. А кому мне еще жаловаться, кроме вас-то, да? Некому. Вы у меня же самые лучшие, хорошие, и я вас люблю. Еще Елена Савилова спрашивает, как там поживает моя картина по номерам, закончила я ее или нет, и вообще, что с ней? Это не закончила, вот представляете, так что-то рисовала, рисовала. И что-то потом все убрала, разобрала, потом собирались в отпуск, вещи надо было собирать, что-то к отпуску покупать, готовиться, детей в школу собирать. И что-то вообще все забросило, эту картину надо нарисовать, дорисовать, потому что все равно краски-то, которые уже раз открывал, там, два открывал, три открывал, десять раз открывал, то они уже, конечно же, будут засыхать, и потом уже как-то там что-то разбавлять, ковырять, не знаю. В общем, картина не закончена, да, но Елена пишет, что она вообще купила, она у нее лежит, и она вообще два года к ней приступить не может. Я все-таки ее купила, сразу же начала, но не закончила. Елена, желаю вам все-таки начать, пусть это будет все-таки процесс начнется, и он будет творческим, как у меня, вот, в действии, он у меня, получается, в действии хотя бы. Но закончить хочу, хочу. Не люблю незаконченные дела, знаете, они мне как-то это, потом начинают висеть. Одно незаконченное дело, там, второе, вышивки у меня незаконченные. Ой, да у меня столько незаконченных дел, а я тут хочу новые проекты, что-нибудь к Новому году сообразить, сделать. Да, у меня много незаконченных дел. Но это может быть хорошо, когда есть незаконченные дела, жизнь продолжается. В торговом центре, где гипермаркет, что-то у нас, Леонардо. Идут, смотрите, мастер-класс, рисуют маслом. А я еще поднимаемся на эскалаторе, идущий, так пахнет, да, это оказывается маслом тут рисуют. Мы тут приехали по делу, хочется что-нибудь потворить, поделать, и нам срочно понадобилась или серебристая какая-то краска, или баллончик. Сейчас посмотрим, что тут есть. Леонардо, какие уже выставлены, всякие штучки, мимимишки к Новому году. Ой, тут вообще какие-то релестные шарики. Все, все, вот, куча всего уже, смотрите, куча, куча-куча. Снег 130 рублей. Кстати, в фикс-прайсе тоже появился, снег есть, кому надо. Что мы уже выбрали, все, что хотели. В общем-то, карандашики красочка. В общем, идем уже на кассу расплачиваться. Ой, тут еще давай стразики посмотрим. Хотела я тут еще кое-какие стразики. Какой нашла удостоверение, красавица, нога откроет. Это тебе, это мне, спасибо. Ой, что-то, подожди-ка. Что это? Ничего себе. Пушкин еще. Ой, что-то только нет. Я все-таки в фикс-прайсе сегодня побывала. Смотрите, какой появился органайзер для косметики. Стоимость 99 рублей. Взяла себе два таких, еще подруги. Так что там пакеты, это все для съемок видео уже. А так вам покажу маленечко во влоге. Вот такой вот органайзер. Потом тыкву. Такой вот в преддверии Хэллоуина. Наклейки для дизайна. Череп. Краску серебристую, акриловую. Красить буду. А это для других идей. Вот эту краску и шар взяла в магазине Леонардо. Для идей, в общем-то, которые мне пришли в голову по дизайну. Шарик это потом. Надо еще додумать все хорошо по поводу. Ну, шар взяла пока, раз была в магазине. Так что Леонардо еще взяли карандашики. Потому что детям нужно было. Мне пришел такой вот крем Тиандэ для гель-крем для кожи вокруг глаз. Не знаю, не пользовалась. Если вы пользовались таким, расскажите, напишите. Ну, в общем, много всего в магазине фикс прайс новогоднего. Вообще куча всего. Прям руки так и чешутся. Так что этот органайзер просто суперский. Бегите. Клевый. Посмотрите, какой клевый. 99 рублей. Просто класснючий. В магазине фикс прайс еще появились вот такие фирмы Акульчев. Мяфли. Изделие хлебобулочное. Мяфли взяла вот на пробу. Новиночка. Так, следующее что? Взяла бахилы. Она добилась ходить в поликлинику. Да и вообще мало ли куда. Вообще нету просто их у нас. Обложки у детей что-то закончились школьные. И еще вот такие вот появились барила. До этого я вам показывала. Брала с шоколадной или с карамельной начинкой. Но они есть. А это вот с клубничной появились. Решила вот еще вот такие вот тоже попробовать. Так что вот. Немножко вам покупок показала. Мы тут с ребятишками перекрашиваем череп и тыкву. И в общем-то вот пока у нас такие заготовочки. Будем дальше делать, мастерить. Потом вам уже покажем. Но это еще думаю не скоро будет. Тыкву надо на несколько раз покрыть, чтобы она вот такой была серебристой. В первые раза не получится. Вот. В общем-то краска у нас такая вот акриловая, перламутровая. Вот у нас уже вот такая вот тыковка красивенькая. И вот эта вот копилка черепушка уже стала. Что я принесла вот такие вот наклеечки. И с помощью них хочу сделать небольшой декорку тыковки. Смотрите, какой у меня череп получился. Это копилка. Я ее оставила копилкой, не стала заклеивать. Ну, в общем-то вот такой красавчик. И смотрите, еще какая гламурненькая у меня получилась тыковка. Ну, в общем-то можно уже к Хэллоуину быть готовыми. Смотрите, какая красивая покрасили. Вот такая вот красотка. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас очень обнимаю крепко, целую. И всем вам пока-пока.